Как готовиться к причастию на Светлой Седмице и как часто причащаться в это время? Согласно апостольским правилам, христиане призываются наслаждаться чтением Священного Писания и причастием тела и крови Христовых на Светлой Седмице ежедневно. Можно причащаться ежедневно тому, кто прошел крепким, плодотворным трудом весь Великий пост. Тому, кто не постился или постился расслабленно, тому, наверное, этого можно не выдержать. Потому что ежедневное причастие, на самом деле, это очень высокое требование к тому, как устроена душа человека. И далеко не каждый может это выдержать. Но, разумеется, поста, как подготовки к причастию для того, кто постился Великим постом, на Светлой Седмице быть не может. И когда священнослужитель запрещает своим прихожанам причащаться, потому что на Светлой Седмице нельзя поститься, это просто абсурд. Было время поста, сейчас время ликования. Могут ли поститься сына чертога брачного, когда с ними жених? Сейчас с нами жених. Мы не можем поститься. Но сокрушение сердечное, которому должен был привести весь труд Великого Поста, оно остается с нами. Поэтому мне кажется, что на всех тех богослужениях Светлой Седмице, на которые вы можете прийти, на всех литургиях, надо готовиться к причастию. И это тогда будет великой радостью для каждого из нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...